Внимательно сейчас, ребята, смотрите, куда поедет этот игрок на ELC EVEN 90. Ребята, вы будете просто в шоке от того, какой лютый замес его ждет впереди. Все внимание на экран, сейчас будет один из самых крутых боев за последнее время. Присаживайтесь поудобнее, несите там чаечек, печеньки или что-то покрепче, давайте наслаждаться. Итак, как мы видим, сразу же прорывается вперед наш мистер на елке. Хочет светануть центр карты, главное не попасться здесь в ловушку вражеского колесника. И уже SP-1C тоже сюда врывается, сразу же отвешиваем по нему альфу. Попадаем в засвет, у нас всего 900 хп, поэтому сильно размениваться здесь я бы не рисковал. Да и к тому же колесник может ворваться и даже быструю ЛТ-шку ELC EVEN 90 закрутить. Потому что вы знаете, ребята, прекрасно, что такое эти ребята на колесах. Ну и вот здесь уже на примере вот этого SP-1S видно, что выкатываться и сильно наглеть лучше не надо. Потому что там вдалеке сидят ПТ-шки, которые могут сильно прожаривать. Поэтому надо поосторожнее. Ебергочкис союзный тоже приехал на позицию сюда, пытается выкатиться, светануть. И вот впереди... Смотрите, как наглеет-то. Как наглеет, он еще рискует, выезжает, задерживается, чтобы добрать японца. Но, конечно, в ответочку нам Линкс с поджогом прописывает. Так, давайте немножко пройдемся по миникарте, потому что здесь видно, что уже все не так гладко. Во-первых, как-то слишком близко вот эти пацаны в квадрате F0 находятся. Посмотрите, здесь целая такая куча врагов. И если они сейчас соберутся, то могут по нулевой линии жестко давануть вперед. Поэтому большой вопрос здесь по поводу нулевой девятой линии. Там может наша команда сильно-сильно накосячить. Так, в это время наш Ил-790 понял, что дальше вот так кататься по центру карты уже особого смысла не имеет и вступает в битву с СП-1С. Ну, у СПшника вообще этот бой не удался, поэтому здесь ему тоже не везет. Мы отписываем по нему альфу и еще и безнаказанно в наглую откатываемся назад. Так, в общем, счет 2-3 сейчас. Что же будет дальше? Ебер Готчкис, а что там у Ебера, кстати, по ХП? 541 ХП у Ебера. Ну, в принципе, все нормально. Там вполне он должен справляться. И посмотрите, как рискует сейчас наш герой. Проезжает через центр и выкатывается на колесника и такую очень болючую, неприятную плюху по нему отписывает. Так, я думаю, после этого колесник совсем на нас обозлен. Если сейчас он доберет союзного Готчкиса, то может выехать потом за нашим героем. Надо поэтому быстрее перезаряжать барабан. И может удастся тогда уже колесника отправить в ангар, чтобы он сильно тут нам не раздражал обзор. Не мешал, так сказать, высвечивать вражескую базу. Так, в это время счет 4-4 и мы видим, что появляется хорошая, удачная цель в виде СУ-130ПМ. Если будем немножечко порасторопней, то уже бы нанесли, наверное, ей дамаг. Но в итоге СУ-130ПМ отъехала. Так, проезжает опять через эту лазейку. О, он хочет буги. Хочет буги сейчас выцелить, но навряд ли. А нет, буги показывается. И посмотрите, как ловко мы оформляем уже второй фраг. Кстати, к этому моменту YL7-90 насветил 1045 дамага. И уже 912 накидал. Ребят, я вам скажу, что это неплохие показатели. Так, надо сейчас проезжать вперед на базу и, наверное, либо усиливать ехать нулевую и девятую линию, либо отправляться на первую и вторую. Потому что особого смысла здесь дальше находиться нету. Хотя, может быть, будут прострелы на центре карты. Вот там, слева от нас. Может быть, еще удастся по кому-то покидать. И так и есть! HTC-ха! Бортом показывается! И третий фраг в копилку нашего героя отправляется. 6-7, опять же, команда совершенно не хочет тащить, продолжает проигрывать. Поэтому надо как-то пацанов спасать. Поехал YL7-90 вперед. Там КВ-3 вот-вот доберет Шкода. И как мы его выручим, я вообще не знаю. Ну что, дружище? Опа-на, здесь Линкс врывается. 222 хп. А ну-ка, с вертухи надо добирать. Выезжаем на Линкса. Один снаряд, одна попытка. И тараном он уничтожает колесника. Вот это уже было жестко. Тут же надо кадешить барабан. Потому что кто, если не мы, вот этих двух почти фуловых пацанов, которые вот-вот уничтожат КВ-3, будет разбирать. Хотя вот уже не так и просто это. Если до этого КВ-3 отвлекал на себя внимание, и была у меня мысль, что он сейчас поедет, обойдет сзади, и неожиданно так выйдет на этих врагов, то сейчас, после того, как КВ-3 отправили в ангар, они сразу же нам прояснят, как выезжать здесь безнаказанно. Поэтому видим, что ЛСВН-90, наверное, правильно делает, что отсюда удирает. Пятый фраг уже на счету. Арта Лора подставилась. Там ее светил СУ-100. Но мне кажется, бой сейчас покатится на дно. Потому что первая-вторая линия у нас слита. И там Т-25 пополам. Посмотрите, вон слева находится. На него сейчас Шкода и 45 ТП выкатятся, снимут. Затем они вот сюда в квадрат А-2 проедут. И светанут арту, и тогда вот этих пацанов приговорят. Не забывайте, что во вражеской команде еще целы две артиллерии. Поэтому им достаточно артоводов светануть, и сразу же вражеские артоводы, скорее всего, их снимут. Поэтому здесь надо быть очень-очень осторожным. И особо на союзников не рассчитывать. В общем, отправляемся помогать американцу союзному Т-25 пополам. И вот видим, что работает уже здесь отвлечение. Наскорен абсолютно безнаказанно отправляется в ангары. Но все-таки мы размениваем Т-25 пополам. И счет уже 9-12. И знаете, компания из двух артоводов никак не внушает уверенности в победе в финале этого боя. Ну что, проезжай вперед. Может быть, там Шкода шотная и 45 ТП тоже. По идее, мы должны их снимать. Опять же, одни сейчас поедут на арту, скорее всего. И мы, может быть, успеем по засвету арты отработать. Снимаем Шкоду. 45 ТП тут же! Так, давай-давай-давай. Минус поляк. Неплохо так сейчас сыграно, ребята. И мы остаемся с артой вдвоем. На 4 врага наприлетает. Очень неприятная плюха от вражеского Буратоса. Прямо на 251 залетело довольно больно. Но я вам скажу, ребята, уже 8 фрагов на счету этого наглого французского светляка. И он может оформить 12. Он реально один может заколотить 12 врагов. Так. 7 минуточек. Арту там уже бланят или пересвечивают. Кто ее знает. Ну, поехали, попробуем спасти артовода, потому что оставаться совсем в одиночестве на финал. Но, ребята, эта перспектива не радует. Так, тут два вертолета. Не ломать. Не ломать имущество государственное. А то придется штраф платить. Артовод тут в известной нычке заныкался. Понятно, что его там не так просто выковырять. Хотя в башне, по-моему, кусочек все равно торчит. Ой-ой-ой, ударом еще урон. Братан, ты поаккуратней будь, потому что разбиться сейчас... Ну, это будет вообще мега фейл. Мега фейл. Ну что. Время идет. Все еще 4 врага. И больше всего меня беспокоит, где он собирается искать СУ-130ПМ. А! Опа-на! А вот это уже подарочек. Ис-два экранированный на большом расстоянии. И четко стоит так, чтобы мы его пробивали. Но Эван-90 не хочет сейчас стрелять. Он думает, что не пробьет в такой позиции экранированного. И только отпугнет его. Поэтому вытягивает его бортом. Он отвлекается на рту. И вот уже сейчас мы начинаем разряжаться. Выбираем позицию так, чтобы не светануться. И три пульки четко входят в советского тяжа. Неплохо здесь разыграна ситуация. Другой вопрос, что... Арту он мог светануть. И сейчас два вражеских артовода будут пытаться, наверное, туда закидывать. Живи, коричневый. Держись. Так. Перезаряжаемся. Меняем позицию. Нужно еще три снаряда минимум в этого экранированного положить. А то и два барабана придется кадешить. Кто его знает. Ребят, сейчас финальная часть боя идет. Поэтому я хочу вам быстро успеть напомнить, что спонсоры этого видоса, ребята, с крутого сайта ВотКит. Ссылка на них в закрепленном комментарии. На ВотКит прямо сейчас проходит раздача 5000 золота. Для этого пролистайте в самый низ сайта и нажмите кнопку участвовать. Также там очень крутые скидки сейчас. 50% на все вообще кейсы. Если будете открывать при пополнении счета, обязательно вводите мой промокод Бомбилка. Он также, ребят, находится в закрепленном комментарии к этому ролику. Проверьте там промокод. Промокод многоразовый. Можете и друзьям, и соклановцам его скинуть. Все они активируют. И все получат подарок. Серьезный, ребят. Очень классный промокод. Используйте. Он находится в закрепленном комментарии к этому ролику. Ну и давайте смотреть финал. Также, ребят, перед тем, как вот второго артовода добирает наш L790. Перед развязкой боя тоже хочу вам напомнить, что в этом ролике проходит розыгрыш золотом. Можно до 10 тысяч голды выиграть от нашего канала. Для участия подпишитесь. Поставьте лайк. Врубите колокольчик в режим все уведомления. Также не забудьте оставить позитивный комментарий с вашим игровым ником и агент ВКонтакте. Серьезно, ребят, участвуйте. Выигрывайте голду. Почему бы и нет. Ну и давайте дальше сейчас смотреть, какая разборка ждет елку в финале. Потому что там уже на нашей базе, посмотрите, ИС-2 экранированный заныкался. Надо поддержать лайком. И какая хорошая позиция. Вроде не светимся, но один снаряд не залетает. И второй не пробивает. Придется опять кодешить барабан. А у нас уже нет голды, поэтому только ББшками снимать. И за артой приезжает сейчас, приезжает сейчас СУ-130ПМ, ребята. Все, минус артовод. И наш светляк остается один против двоих. На 12 фрагов идет. И хочется, конечно, победу в таком бою. Надо использовать позиции хорошие. И вот здесь возможность может прострелить СУ-130ПМ. Посмотрим. Они съехали с захвата базы, потому что экранированный понимает, что так просто у него не получится. И вот он проезжает. Но мы пропускаем его мимо. 318 хп у него. Куда-то уехал в город вообще. Ну что, ребята. Как думаете, сможет елка затащить в таком бою? Так, и вот шанс. Вот супер шанс. Да что ж ты делаешь? Они оба одновременно подставились, поэтому тут глаза разбегаются. У него куда стрелять? Он выбирает ПТ-шку. Правильно это или нет? Ну вот экранированный уже заезжает. И теперь у нас нету возможности добрать еще его. Но за двумя зайцами не угонишься, как говорится. Хотя бы добрали СУ-130ПМ. И вот она финальная часть боя. Остается против нас только этот С2. Но он не дурачок. Он поехал в город, потому что понимает, что на свободных пространствах елка его пересветит и разберет. А в городе у него реально больше шансов. До конца боя полторы минуты захватить базу уже не успеем. И придется ехать за экранированным, который уже согласен на ничью. Как мы видим. Потому что он совершенно не собирается ехать сражаться. Но проблема в том, что мы для него ваншотные ребята. Эпичнейший финал. Прожимайте лайки. Давайте смотреть, что придумает елка в конце. Три снаряда заряжены. Придется все три. Нет, два. Два хватит. Но не факт, что каждым будем пробивать. Выезжает он из два перед нами. Даем одну плюху с поджогом по нему. Он стреляет, снимает, но догорает в конце. Вот это чудеса. Давайте глянем итоги. Ребят, это Думитру Пул. Основной калибр Войн. Обиднейшая ничья. Но давайте хотя бы лайком поддержим игрока за такой бой. 12 фрагов он все-таки сделал. Все танки уничтожены, повержены. Вверху справа сейчас появляется, ребята, другой ролик нашего канала. Заходите. Вон, вверху справа ролик, ребята. Заходите, смотрите. На этом все. Всем удачи. Увидимся. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова